Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях Месяц-март Своё название месяц получил в честь римского бога войны и охраны Марса. В Древнем Риме, где климат был относительно мягким, Март был первым весенним месяцем, логической точкой для начала земледельческого года. В Древней Руси до 1492 года Март считался первым месяцем. Когда год начали считать с сентября до 1699 года, он был седьмым, а с 1700 года – третьим. С марта месяца начиналось русское пролетие – весна. За первые по-настоящему солнечные теплые дни первые улыбки весны проталины называют Март – утром года. В конце марта на прогретых солнцем при горках, где уже стаял снег, в проталинах могут появиться первые цветы, и может начаться раннее сокодвижение у берёзы. Но Март – не весна, а предвесенье, и поэтому не спешите доверять этому милому зимобору. Март месяц – гораст куролесить. Только начнёт согреваться земля, под корой берёзовый сок побежит. Как налетят вдруг лихие морозы, задуют холодные ветры, и снова замрёт, заледенеет всё вокруг. Непостоянин, дерзок батюшка Март – недаром, видно, в народе его березозолом зовут. В народных месяцесловах называют его также протальник, грачевник, капельник, березень. А ещё в древнерусском календаре до утверждения христианства месяц назывался «сушец» или «сухий». И он действительно сух, скуп первый месяц на дожди до снегопады, зато ветрами богат. Они-то ветры мартовские, срубленные в феврале лес сушили. Сжигали его потом рачительные крестьяне, а на гарях – палах. Отсюда, видно, слово «поле» пошло – «сеяли хлеб». Весь месяц весна с зимою борется, никто уступить не желает. А потому, хоть и весенний он месяц, да недаром говорят, Март-мартушка ещё завертит вертушку. Но как не сильна зима, а Март и снегом сеет, и солнцем греет, и настоящее тепло не за горами. Ведь Март неверен, то плачет, то смеётся. Начинают прилетать птицы. Грачи – в середине марта, жаворонки и скворцы – в конце месяца. Происходит первый помёт у зайца-беляка. У лосей вырастают новые рога. Большинство медведей уже проснулось от зимней спячки. А в народе погоду примечали, да поговорки сотворяли. Март сухой, да мокрый май. Будет и каша, и каравай. Сухой Март – плодородие, дождливый – не урожай. Пришёл Марток, надевая семеро порток. Если в мартовские метели снег ложится на полях буграми, да волнисто, то хорошо яровым хлебам и огородным овощам родится. А случись, кому в Марте весёлую песню синички услышать, будьте уверены, пусть холодно ещё, снежно, ветрено, «Синичка песней тепло выражит». И знайте, на этот месяц попадает большое число значимых для славян праздников. Это заклички весны, жаворонки или сороки, день весеннего равноденствия, комоедица, масленица, ерелин день, отмыкание сварги, славянское навалитие. Готовьтесь, празднуйте, радуйтесь приходящему теплу и свету. Вот такой он, этот месяц, март. Братья-месяцы